Здравствуйте! Вы смотрите информационную программу «7 минут» телекомпании «Город». Сегодня у нас в студии директор 68-й школы города Рязани Наталья Николаевна Стрибкова. Здравствуйте! Наталья Николаевна, сейчас в общественных учреждениях активно обсуждается предложение президента Владимира Путина об обязательном введении школьной формы. Тема действительно дискуссионная, есть много плюсов, минусов в введении формы. И для начала мне хотелось бы узнать вашу точку зрения на этот счет. Я хочу сказать, что поддерживаю предложение нашего президента о введении школьной формы. На мой взгляд, оно очень актуально и очень нужно и своевременно. По мнению депутатов, поддерживающих этот законопроект, такая мера, как введение школьной формы, поможет преодолеть социальное расслоение в школах. Вы разделяете эту точку зрения? Действительно, это правильный подход, потому что сейчас очень сильно видно, когда кто-то из родителей имеет возможность одевать ребенка, а кто-то, к сожалению, не имеет. Поэтому, чтобы сделать стартовые возможности у всех ребят одинаковые, наверное, и нужна эта школьная форма. У вас уже есть школьная форма? Да, у нас уже есть школьная форма. С 2006 года мы на общей школьной конференции приняли положение о внешнем виде учащихся, где были прописаны требования как раз к школьной форме. Начальная школа у нас, ребята, ходят в одном стиле, одна форма у них, а старшей школы мы пока предъявляем требования делового стиля. Когда мальчики должны быть одеты в костюмы, когда разрешается жилет или пулловер и в торжественных случаях белая рубашка. Девушки также строгий, офисный или деловой стиль. То есть вы уже не пионеры в этом деле? Нет. А кто определяет вообще, должна ли быть в школе форма и какой она должна быть? Прописано в законе об образовании, в новом, который сейчас выходит, начинает с 1 сентября действовать, прописано, что какой должна быть школьная форма, определяет каждое образовательное учреждение самостоятельно с учетом рекомендаций Министерства образования и определяет орган государственно-общественного управления. В каждой школе он свой. Это может быть попечительский совет, совет школы, школьные конференции, общешкольные конференции, на которой присутствуют все представители образовательного процесса. Только большинством голосов определяется, какой и быть ли школьной формой и какой ей быть. Но в каждой школе, наверное, форма должна быть своя. Конечно же, должна отличаться. Чтобы было видно, это идут ученики одной школы, это идут ученики другой школы. Но какие-то, наверное, рекомендации, которые нам даст региональное наше министерство, наверное, будут учитываться. Что-то будет общее для всех учеников Рязанской области. Вы, наверное, общаетесь с коллегами из других школ. Как они настроены, как они реагируют на это нововведение? Ну, у нас есть в Рязани школы, которые тоже уже давно ввели для себя школьную форму. Либо настоящая школьная форма, как таковая, с эмблемой, либо просто костюмы делового стиля. Поэтому в большинстве своем многие мои коллеги поддерживают введение школьной формы. На предложение президента одеть школьников в форму откликнулось много российских дизайнеров. Так, например, модельер Татьяна Федорова представила коллекцию школьной формы прямо на заседании Мосгордумы. А вы считаете, как должна выглядеть школьная форма? И какую функцию, главное, нести? Ну, на мой взгляд, функция, конечно, должна быть практичной школьной формы. Но я думаю, что ко временам синих пиджаков и коричневых школьных платьев мы уже не вернемся. Форма должна быть строгой, ну, достаточно современной, модной. Обязательно, чтобы присутствовали какие-то модные аксессуары, на мой взгляд. Мне кажется, ребятам будет такая форма интереснее. Еще один дизайнер Вячеслав Зайцев предложил тоже коллекцию школьной формы и даже обозначил, сколько она будет стоить. От трех до трех с половиной тысяч рублей. По-вашему, это приемлемая цена за комплект школьной формы? Сейчас очень много организаций, магазинов, фирм, которые предлагают школьную форму разнообразной ценовой политики. Можно купить и недорогую школьную форму, можно купить и подороже. Поэтому здесь очень относительно все будет зависеть от родителей, от возможностей родителей. Хотя в документе Министерства образования и в наших региональных документах прописывается, что при выборе школьной формы необходимо учитывать мнение всех участников образовательного процесса, в том числе родителей и родителей из малообеспеченных семей. Основные плюсы школьной формы? Это формирование корпоративного духа. Когда малыши одевают школьную форму, они считают, я такой же, как все. Я такой же, я ничем не выделяю, значит, я школьник. Это очень замечательно. Дух коллективизма. А с другой стороны, действительно, сглаживается расслоение. Вот вы сказали о том, что родители выбирают, помогают форму, учителя на педсовете как-то этот вопрос рассматривают. А учитывается ли пожелание самых главных людей в этом процессе, тех, кому ее носить? Вопрос школьной формы сейчас вот в документе Министерства образования и в законе Российской Федерации прописано, что вопрос школьной формы решается общим советом ли школы, попечительским ли советом или школьной конференцией, где должны учитываться мнения всех участников образовательного процесса, в том числе, конечно, и учеников. Поэтому мнения учитываться будут. А как вы поступаете с детьми, которые не хотят носить школьную форму? Личным примером убеждаю, что деловой офисный стиль – это очень хорошо. Вот, кстати, про учителей. Есть ли у них какой-то дресс-код на работе? Ну, для себя, мы, для нашей школы, для своих коллег, конечно, у нас есть определенный негласный дресс-код. Мы не носим джинсы, мы не носим толстовки. Ну, и стараемся выглядеть, быть примером, образом, чтобы ученик не сказал, а вот у нас учитель ходит так, а почему мне нельзя? Мне кажется, что для ребенка желание выглядеть красиво, кому-то нравится, чем-то выделяться, оно вполне естественно. Есть ли какие-то определенные критерии, строгие, по которым вот нельзя отходить от них, и школьная форма должна выглядеть только так? Или можно как-то вот в каких-то моментах обойти? Ну, я думаю, что и при введении школьной формы все равно любой ребенок может себя каким-то образом проявить во внешнем виде даже. Это может быть какой-то яркий аксессуар, это может быть шарф, это может быть бант. Для мальчишек это может быть яркий жилет. Поэтому, мне кажется, здесь этот вопрос для них будет достаточно простым. Надеюсь, что он будет простым для родителей и для вас. Спасибо, что нашли время прийти к нам. Напоминаю, что сегодня у нас в студии была директор 68-й школы Наталья Николаевна Стрибкова. Спасибо, что были с нами. Увидимся через неделю. А у вас есть такая же, только белая? А пенсию тоже вы мне в конверте приносить будете? Зарплата в конверте мне не подходит. Только с белой зарплаты формируется ваша будущая пенсия. Пенсионный фонд России. Хороший директор. Без пенсии не оставит. Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий семьи, на образование детей или пенсию мамы. Пенсионный фонд России. Спасибо. Хорошо, что ты родился.